Информационно-образовательный проект «Доводы» представляет Шейх Исаа в одной из своих лекций затронул тему шиизма и разногласий, суницко-шиистских разногласий и упомянул, в том числе и меня. Я решил просто воспользоваться этой ситуацией, тем более, что в этой лекции Иса Чищеев сказал, что свою работу ученые и мышечки проводят не совсем качественно, не совсем активно, раз уж появились мышечки и шииты. И поэтому я решил задать вопросы в надежде, что Иса Чищеев ответит, в надежде, что этот человек ответственно относится к своей деятельности и не проигнорирует мои вопросы. Поэтому я записал интервью самостоятельно, в котором я задал ряд вопросов, на мой взгляд, которые должны были прояснить более объективно эту тему. А что он говорил-то конкретно? В своей лекции он затронул события, связанные с последними днями жизни пророка и с назначением первого халифа Абу-Бакра. В принципе, он привел саму историю достаточно достоверно. Я решил, опираясь именно на те факты, которые изложил Иса Чищеев, задать ряд вопросов. Поскольку, когда эта тема поднимает, всегда возникает сомнение в достоверности той или иной информации, которая звучит из уст оппонентов, в данном случае с шрифтской стороны. Но раз Иса Чищеев сам озвучил эту историю, то, естественно, в его последователи доверяют ему, я на основании этой истории решил задать вопрос. Я так понимаю, что люди, которые, допустим, не знают ингушского языка, соответственно, он говорил на ингушском, правильно, Иса Чиев сам? И которые посмотрели твое интервью, они не понимают, что именно. Я так понимаю, ты не переводился? Ну, это было, нет, да. Основная аудитория, конечно, была Войнахи, да, ну, естественно, и русскоязычные зрители, да. То есть речь шла об истории избрания первого халифа? Да, история избрания первого халифа и непосредственно история последних дней жизни пророка. В своем интервью немного дополнил историю, опираясь на достоверные хадисы. И, естественно, предполагал, что если Иса Чищеев ответит, то он может оскорить достоверность той информации, которую я привел. Поэтому я опирался только на ту информацию, которую общепризнанно в исламе, да, то есть в шрифтской школе и, соответственно, в шрифтской. То есть ты конкретно предлагал шейфу Исе разрешить противоречивые стороны этой истории? По опыту своему дискуссии с суннитами я пришел к выводу, да, что когда в этих дискуссиях слишком глубоко начинаешь погружаться в историю и рассматривать исторические личности, которые участвовали в тех событиях, да, слишком глубоко, то ряд информации, которую большинство людей не знает, вызывает слишком противоречивые чувства у людей. Поэтому моя цель была в обсуждении вопроса уйти от разбора исторических фактов, уйти в теоретическую часть. В теоретическую часть самой системы преемственности власти, да, в теоретическую часть и подкреплять ее не только теми хадисами, да, кассиризм, которые общеприняты и которые по минимуму будут затрагивать те события. Потому что на самом деле события были очень для людей незнакомых, незнакомых с этой историей, достаточно необычно, да, то есть те лица, которые участвовали, у них сложился образ в исламе, в суннитском исламе, как идеальных личностей, но в этих событиях проявляются некоторые качества, с которыми люди незнакомы. Тот вывод, который можно сделать, такой, что, в общем, суннитская сторона и шейх Иса тоже, я так понимаю, что он это не рассматривает как некую теорию, то есть для них это история, некая история, отрывок истории, какое-то время, отрывок времени, а ты сделал шаг в сторону теории, то есть решил это сделать, превратить некую теорию. Были ли подобные шаги со стороны Иса, и он исключительно это рассматривал как историю? Вообще в свинницком исламе нету строгой теории системной власти, да, в основном, да, они так и рассматривают, саму историю, связанную с властью, связанную с халифатом, связанную с передачей власти последующим халифам, это как некая история, да, и если и рассматривается с теоретической стороны, то оно лишь с позиции оправдать, оправдать халифат каждого последующего халифа, да, то есть суннитская теория власти построена таким образом, чтобы можно было оправдать халифат каждого халифа, Начиная от Абу-Бакра, Умнар, Усман, Али, Аммиад и Аббасиды. Оправдания опять-таки событиями происходят. Нет, оно априори предполагается, что они праведные, и соответственно, как бы ни передавалась власть, а поскольку власть передавалась разными способами, все эти моменты исторически считаются законными, и все считаются включены в теорию власти суннизма. И вот то, что я изучал в суннинском исламе, что я узнал? Потому что какого-то единого принципа передачи власти не существует. И вообще сама власть рассматривается как некое достоинство, как некое награду. Что-то вроде имущества. Да, вроде имущества. От одного передается другому. И если рассмотреть саму историю, то Абубакар, допустим, назначил, если уж глубоко углубиться, то назначил фактически одних человек. Потому что в событиях подновеса они развивались таким образом, что единого кандидата не было, и какого-то выбора тоже не было. Там не проводились никакие выборы, там не проводилось никакого голосования. На само это собрание были приглашены только очень узкий круг людей. Точнее, не были приглашены. Это было некое прорывание вперед, скорее всего. Нет, кто-то пришел по приглашению, а кто-то явился. К частности, ансары собрались по приглашению, там часть ансара, не все. А мухаджиры пришли после того, как узнали, что там проводятся выборы. А злые потеряют власть. Да, и сами выборы имели такой накал, что уже по хадисам говорится, что они готовы были мячи достать. То есть противостояние было очень жесткое. В этой ситуации было несколько кандидатов, ансары имели свои кандидаты. У мухаджиров тоже были разногласия. Абубакар, в частности, предлагал кандидаты Умара, предлагал Абуджахра. Умар же свою очередь настаивал на кандидатуре Абубакара. И первый шаг, первое действие совершил Умар. Он присягу принес Абубакру. То есть фактически он свой выбор определил не на основе какого-то голосования, а это было личное его решение. И уже под это решение стали присягать уже другие люди. И в суннидском исламе считается это законным. То есть выбор одного человека принимается именно на основании истории выбора Абубакры. Следующая передача власти проходила совсем по другой системе. Абубакр завещание оставляет Умара, назначает передове власти к халифату Умару. Самое главное, оставил он завещание в состоянии болезни? Да, это важный момент в то время, когда пророк, который был в достаточно ясном уме, чтобы предупредить мусульман смысл своего завещания, предупредив их, что это завещание не простое, а касается будущего всего ислама. Естественно, это уже были не просто слова. Гарам предлагает, что это была часть откровения. Говорит, я оставлю вам то, что не позволит вам никогда заблудиться. Эти слова говорят о том, что пророк был в своем ясном уме. То есть это не было бредом. Это не было значимости самого. Да, это не было каким-то импульсивным движением, желанием импульсивным. Под что пытался подвести потом Ума, когда он заявил, что пророк бредит. То есть это не было бредом. В то время, как Абу-Бакр терял сознание при записи своего завещания, которое ему записывал Усман. И по хадисам говорится, что когда он потерял сознание, в это время и было записано имя Умара. Усман сам дописал. Усман записал, да, дописал имя Умара. Когда Абу-Бакр очнулся, он попросил зачитать ему завещание. Они зачитали, и когда он слышал имя Умара, он сказал, Аллаху Акбар. То есть можно сказать, что по тем же самым убеждениям слова и значимость слов Абу-Бакра намного больше, чем у пророка. Да, в случае Умара придал значение словам Абу-Бакра больше, несмотря на его тяжелое состояние. Он все же не стал возражать записи этого завещания, в то время как запись завещания пророка была прервана. Даже если оставить Умара, я имею в виду современных, допустим, исследователей, тот же шейх Иса, как он относится к этому, то есть к поступку Умара и к поступку... К сожалению, я не смог это выяснить, да, потому что, несмотря на то, что я свои видео-вопросы размещал на всех ресурсах, которые пропагандируют Ису Чешёева, к сожалению, мои видео-вопросы удалялись, меня блокировали. Я уже не знаю, дошли ли эти вопросы до ИСы, но по какой-то причине админы этих групп посчитали, что эти вопросы либо не имеют ответа, либо еще по каким-то причинам. Я, к сожалению, не выяснил это. Либо кто-то не достоин получить ответ, может быть, в этом админе. То есть это как оправдание может быть? Ну, да, одно из самых распространённых ответов это что я не достоин. Но когда люди говорят, что мы плохо проводим свою работу, у нас появляется, и в то же время эти вопросы остаются без ответа, то они стыкуются просто. Самый лёгкий способ уйти от ответа это заявить, что человек не достоин. Не знаю, слышал ты такой ответ, когда предлагается диалог, тот диалог, который ты предлагал, подобный диалог предлагается, можно услышать часто ответ такой, что мы с заблудшими не ведём дискуссии. То есть как-то, я не понимаю, они ведут дискуссию только не с заблудшими, то есть с людьми, которые на верном пути. Ну, получается, что дискуссия ведётся только с теми, кто следует за ними. А тот человек, который не следует за ними, он игнорирует. Но большая часть смысла человека как учёного, он теряет. Потому что одна из главных задач учёных это распространять истину. То есть они хотят, чтобы тот человек, который против них сидит, просто кивал? Ну да, только верные последователи. Да. Как правило, такими ответами защищаются именно слабые позиции. Когда люди отгораживаются ответы, когда у людей просто не бывает ответа. То есть страх есть какой-то? Да. Если нет ответа, они обычно начинают придумать разные... Если есть ответ, человек не ждёт. Он всегда достаёт этот ответ и выкладывает. Я немножко увёл, например, разговор в сторону. Ты по поводу... Да. И, значит, в сунистскую систему включается и передача власти по завещанию. Первый случай с Абубакр предполагает назначение одним человеком или группой мусульман. И это считается законным. И, кстати, именно на основании этого положения Игиш требует присяги к своему халифу Абубакру, Аль-Багдаде. Это в сунистском исламе допустимо. Когда часть мусульман назначает, а потом требует присяги в остальных. Отказ дачи присяги этому человеку, халифу, которого назначила какая-то группа или один человек, приравнивается к политическому вероотступничеству. Потому что Коран говорит, «Под чиняйтесь Аллаху, посланнику и обладателям власти среди вас». yeast. 59.4.40 То есть, «Подчинение» обладателю власти приравнивается к Подчинению Пророку Саллаху Абубак dalam Абубак, и Соответственно, Аллаху. И, естественно, «Неподчинение» обладателю власти это равносильно неподчинению пророку и Аллаху, то есть что приравняет с верой отступчивости. То же самое и говорит хадис, что если человек умер без присяги, он умер смертью джихилии, что фактически говорит о том, что отсутствие присяги перечеркивает религию человека, и все его поклонения, если человек не присягнул халифу, халифу мусульман, это равносильно. Но при этом осушение пророка таковым не считается, как в бедстве четверка, например. Нет, они просто не проводят параллель, просто не проводятся параллель. То есть они не задумываются другие слова? Нет, они не считают, что это было не осушение, это было, считают, что это была добрая забота пророки, преподносится в виде доброй заботы, игнорируется акцент пророка на серьезность своего желания, он саксидировал внимание, что это было серьезное желание, это было не связано с ним лично, это не связано с его какими-то личными желаниями, это была забота о будущем мусульман, он просил. Но это преподносится как забота о здоровье пророка. То есть в данном понимании можно ради того, чтобы пророку было легко, то есть ему было комфортно в жизни, можно ослушаться, то есть его не слушать просто, согласно данному видению. К сожалению, глубоко этот вопрос люди обычно не пытаются, потому что вроде как для суннита две идеальные личности, пророк и ума тоже идеальные, и разбирать эту ситуацию, разбирать их спор, это ставить человека перед выбором, на чью сторону встать. И как правило люди просто чувствуют это тоже, подсознательное чувство, они просто не лезут туда, не пытаются сделать выбор между пророком и с той же идеальной личностью, чем ума. Следующая передача халифата состоялась на основе совета. был собран совет из шести человек, которых выбрал Умар лично, и на этом совете будет произведен выбор следующего халифа. То есть в суннитскую исламу включается и совет, то есть он допускает выбор власти через совет. То есть совет тоже необычный ведь был? Совет тоже был необычный, да. Изощренный. Совет тоже был необычный совершенно, да. Совет, во-первых, предыдущий халиф Умар назначает, лично выбирает людей, которые участвуют в совете, а во-вторых, он ставит условия в этом совете, да, что если совет не выберет единогласно халифа, да, то ту часть, которая в меньшинстве, их необходимо убить. Да, несмотря на то, что в этот совет были включены одни из самых известных сахабов. Да, даже если в суннитском понимании сахаб имеет некое высокое положение, то неважно, это близкие сахабы были или не близкие, то есть они в любом случае были сахабами. Да, это были сахабы, и они не просто сахабы, а это были очень заметные личности среди сахабов, да. В том числе в этом совете участвовал, если перечислять, это был Али ибнам Аталеп, алейхасалям, в этот совет был включен Усман, также был включен Тальха, Альзубейр, Саат ибнам Абулакас и Абдулла ибнамуф. И условие было такое, что если один пойдет против пяти, то убивается этот один человек, если два против четырех, то двое человек убивает, если поделится напором, да, то принимается решение той группы, где находится Абдулла ибнамуф, то есть фактически ему дам двойной голос, да, а другая часть убивается, да. Я извиняюсь, немножко отвлекусь, а ты как бы продолжишь тему. То есть получается, что эти люди, которые на разных стадиях использовали разные методы выбора, тот же, допустим, совет, это является неким таким инструментом, который невозможно проследить не то, что на протяжении истории, то есть подобный совет невозможно найти в истории человека, человечества, то есть ни одного народа. Да, это очень необычно. Не говоря уже о том, чтобы этот метод был провозглашен Кораном или Сунной, или был применен самим пророком Саал-Алла, который бы приказал убить меньшинство. Да, условия этого совета были совершенно оригинальны и уникальны, да. И даже люди, которые знакомы с этим, когда начинаешь задавать вопросы на тонкости этих моментов, даже они, как правило, выходят из себя, потому что они стоят перед выбором, да, либо критически отнестись к этой информации, да, что чревато дальнейшими вопросами, да, и дальнейшими разборами, либо просто перевернуть шахту в бёску, да, как говорится. Это было что-то новое. Это абсолютно новое было, да. Но тут надо отметить один момент, да, что Алия А.С. он стоял на позиции всегда, что власти в исламе достоин только он один. И он никогда не считал чей-то халифат закон, кроме своим, да. И если посмотреть его взаимоотношения с первыми двумя халифами, то он по факту принял их, да, потому что он стоял перед выбором либо выступить против и устроить гражданскую междусобицу, да, либо остаться и помогать, да. И если посмотреть их взаимоотношения, то надо отметить, что Алия А.С. он очень активно участвовал в распространении ислама при пророке. После смерти пророка, С.С. Человек, который не припустил ни одной битвы пророка, который отмечился во множестве битв, который обладал знаниями, который обладал мудростью, многими достойными качествами, он не участвовал в жизни халифатов на каких-то должностях, то есть он не был в системе власти, он не находился где-то в подчинении, да. То есть он ни в один поход не пошел уже после смерти пророка, С. Под властью первых двух халифов, да. Не занимал никаких должностей. Единственное, что он делал, это помогал советами, чем пользовались халифы. То есть и Абу-Бакр, и Абу-Мар, они обращались за помощью не раз к Али, алейхиссалям, и отмечали, что если бы не Али, то они могли пропасть. И вот в этом совете решающий голос отдается Абдулла и Абу-Науфу. То есть, несмотря на то, что в этом совете участвуют более достойные люди, в частности Али, а по сунитской версии и Усман более достойный был, чем Абдулла и Абу-Науфу. Потому что, как суниты говорят, что первый самый достойный Абу-Бакр, второй достойный Абу-Мар, третий Усман, после Али. И, несмотря на все это, решающий голос, голос, который может определить жизнь и смерть участников этого совета, отдается не самому достойному. Но совет был составлен хитро, потому что там предполагалось, что Али может пойти против. Расчет был такой, что Али был против. Он был раньше, но предполагал, что он пойдет против. Против именно Абдулрахмана? Нет, против вообще выбора халифа иной личности. То есть, на этом совете, кого бы ни выбрали, Али не мог присягнуть никому, кроме как, если только выберут его. Соответственно, Зубей, который был сторонником Али, и Тальха, который был его родственником, который на выборах Абу-Бакр поддержал именно Али и примкнул к партии Али. Или, как говорят сейчас, шиитам Али, эти две личности могли примкнуть на сторону Али, и они попадали под риск быть убитыми. Но это была очень напряженная ситуация на этом совете. И фактически руками других троих, или кто к ним привыкнет из этой партии, могло состояться убийство Али и тех, кто к ним, других сахабов. Но на этом совете поступили более мудро, они не стали голосовать сами лично, отдали право выбора Абдулай и Бунауфу, свои права голоса. То есть, они не стали свои голоса озвучивать сами, свои выборы, а отдали ему право выбора. И когда с этого совета, после какого-то времени совещания они вышли, Абдулай и Бунауфу подошел сначала к Али Али и сказал, что я вручу тебе халифат, при условии, что ты будешь следовать Корану, суньи пророка, суньи первых двух халифов, то есть Абдулай и Бунауфу. На что Али ответил, что я буду следовать Корану, суньи пророка и своему мнению. То есть, он не принял условия следования суньи первых двух халифов. И когда с этим же предложением подошел Абдулай и Бунауфу, подошел к Усману, то он согласился и его назначили халифом. То есть, таким образом, из этой опасной ситуации они смогли выйти и был провозначен новый халиф. То есть, еще один метод получается, да, в суньицком исламе, есть еще один метод, помимо тем предыдущим двух, он допускает выбор халифа через совет. Необычный совет, причем? Ну, да, необычность это да, тут более широко можно смотреть, да, он допускает выбор через совет, да, то есть я не думаю, что именно суньицкая система власти требует именно такие условия ставить. Как я понимаю, после этого никогда это не практиковалось? Нет, никогда не практиковалось, да. Следующая передача власти произошла после уже убийства третьего халифа, Усмана, и она произошла, если так говорить, то единственный всенародный выбор, это был выбор четвертого халифа. Когда убили Усмана, люди стали совещаться между собой и пришли к выводу, что следующим халифом людей должен являться Али, Ибудамуталь. Они пришли к нему, он отказался, и они пришли еще раз, и так было четыре раза, и когда они уже пришли четвертый раз, они уже стали вести себя очень агрессивно по отношению к нему, и по хадисам, что они даже стали на нем абу вырывать, он дал согласие и предупредил, что его власть не смогут вынести многие, потому что он не будет отступать от Корана и Сумы Пророка не на шаг. То есть можно сказать, что единственный выбор всенародный, всенародный, или как сейчас говорят, демократический, был навязан именно Али, Ибудамутальбе, и он тоже предполагает, то есть с винистской системой власти, он тоже предполагает, что и такой выбор тоже возможен. А этот отказ Али-Ибудамутальбе как-то связан с методом правления предыдущих халифов, то есть некой традицией, которая уже была заложена? Он, безусловно, как-то связан, потому что первые три халифа, они уже внесли достаточно много изменений, да, Сумы Пророка. И Али-Ибудамутальбе понимал, что ему придется много менять, много исправлять. И Пророк в том числе его предупреждал, что он будет тем человеком, который будет воевать с людьми за толкование Корана. То есть естественно предупреждается, что он будет воевать с мусульманами, за толкование Корана. речь идет о толковании, так же как пророк воевал с язычниками за неспослание Корана, за утверждение Корана, то есть пророк предупреждал это в достаемом хадисе и суддитском об этом, и Али это понимал, что ему придется именно с теми людьми, которые выбирают сейчас, которые требуют от него занять власть, а люди на самом деле пребывали в шоке, потому что убийство Усмана произошло очень жестоким способом, во-первых, а во-вторых, оно было... то есть народ довели до кипения, правление Усмана довело народ до такого кипения, что они пошли на этот шаг. Многие потом разочаровались, но надо отметить, что убийство произошло в Медине, в городе, где жили сахабы, и никто не встал на его защиту. Ни один сахаб не встал на защиту Усмана. То есть и в том числе и в том лагере, который были против Усмана, там тоже находились сахабы и табиины. Кроме, кстати, имама Али, который, узнав, что Усмана держат в блокаде, не дают ему еду и пищи, что у него закончилась еда и вода, он послал своих сыновей, Хасана и Хусейнамиров, для того, чтобы они передали Усману эту воду и пищу. И когда его спросили, на чьей стороне, он ответил, что я не могу встать ни на чью сторону. Если я встану на сторону Усмана, тогда я фактически подпишусь под его деяниями, которые вызвали бунт людей. А если я выйду против него, то я фактически тоже могу встать на сторону гнёда. И, кстати, по хадисам он говорит, что Усмана три дня не хоронили ещё после этого. То есть никто не хотел его хоронить. Это, кстати, умалчивается. И когда эти вопросы людям озвучивают, которые считают идеальными личности всех сахабов, а тем более первых халифов, это вызывает буря эмоций в людей. В систему сунитской власти входит также и дозволено выбрать халифа через совет и через выборы, голосование. Ну не голосование, а народные выборы. То есть народ когда выбрал. Следующая передача власти произошла от имама Али к Хасану, сыну своему. Ну понятно, что Али передавал власть не от себя лично, он опирался на своё понимание власти. Дальнейший выбор произошёл через Краснодарскую войну. Но они не видят в этом переход власти по воле Бога. Нет, я говорю, да, они не рассматривают его... Наверное, как отца к сыну. Да, они рассматривают его сунитской семьей. Ну, можно сказать, это может сравнить с передачей власти Абу Бакра по завещанию, да? Еще лучше с Муавией и Сунизми, да. Следующая передача произошла через Гражданскую войну, в итоге, которая победила... Ну, власть в свои руки взяла Муавия, да. И это тоже один из самых интересных моментов, потому что по этой же системе считается, что выходить против халифа вооруженную борьбу вести это грех. Если уж отказ от присяги грех, то тем более вооруженная борьба. Но, если человек становится в итоге этой борьбы халифом, он становится законом халифа. Такой парадокс, да? Это некая такая римская практика? Право сильного, да. Право сильного, да. То есть, если человек в итоге занял эту власть, то он становится официальным, законным халифом. То есть, пока он воюет, он грешник. Ну, как только он. Я так понимаю, что тут римская практика и рока, да. То есть, если человек по судьбе занял халифа, значит, он его достоит, да? Не, на самом деле, если присматриваться ко всем этим историям, можно видеть везде рок. То есть, во взглядах Ахвесуны можно видеть некую веру в рок. Предупределение. Да, да. Предупределение. В любом случае, то, что связано с Сахабами, оно в любом случае идеальное, да? Правильно. Как бы там что ни происходило, да? Дальше уже власть пошла передаваться по наследственности, воцарилась анархия, да? После Амиядов власть досталась аббасидам, опять же, через вооруженную борьбу, да? И до того, как они выступали, получается, они были грешниками, но когда они захватили власть аббасидами, они стали уже законными халифами Абаха. У аббасидов принята была практика убийства отца сына. Ну, это уже такие исторические тонкости, которые, я думаю, саму теорию необязательно включать. Да. Это не какое-то физическое воздействие. Да, там не важно. Да, там не важно, если было проявлено насилие. Но основной принцип суддинам, как я вот выяснил, да, законности халифа, это является... Фактичностью. Да, да. Установлением. Да, да. Это является, определяется количеством присягнувших людей. То есть власть делегируется количеством присягнувших людей, да? То есть власть законом становится... Чем больше у человека... Чем больше человеку присягнули, да, тем законнее власть. То есть власть человеку утверждается через количество подчинившихся ему людей. Неважно, каким способом они были подчинены, добровольно ли, насильно ли. Мы знаем, допустим, Абубакру в том числе и насильно заставляли присягу давать. Да, это известная борьба с отказом платить ему закят, да. То есть многие там отказывались платить закят, потому что не признавали его халифа. Ну, на что Абубакр ответил, что это выводит человека из ислама и посылал войска свои. Там, конечно, были, которые выходили из ислама, но были и такие, которые не признавали. Такие, допустим, сахабы, как Марик, который отказался присягнуть и за что поплатился жизнью, да. Основной принцип – это количество присягнувших, да. Об этом говорит, допустим, в своем труде Ибн Тайми тоже, да. То есть он говорит, что… Ссылается на количество? Да, он говорит, что халифами являются те, на ком сошлось мнение умы. И он там отмечает, что когда Али воевал с Муавией, мнение умы разделилось. И вот в этот момент, когда мнение умы разделилось, Али уже перестал быть полноценным халифом. Это до битвы с Эйфим, где он сошелся с Муавией, да, в войне, он был полноценным халифом. Но как только мнение умы разделилось, он перестал быть полноценным халифом. Опять же, не берутся… А как же обязательность подчинения? Это парадокс, да, что неподчинение выводит из ислама, но если человек занимается ислама… Потом он утверждает, Ибн Таймия говорит, что когда в итоге умы подчинились Муавии, Муавия стал халифом. Там рассматривается вопрос о двенадцати халифах, на который указал пророк в своем достоверном хадисе, да, что умы будет править двенадцать халифов. И он перечисляет имена этих халифов на свой взгляд, потому что единого мнения с сунниями нету, кто эти двенадцать халифов. Есть разные мнения, да, и одно из самых радикальных это мнение Ибн Таймия, которые говорят, что все первые двенадцать халифов мусульман, а есть те самые двенадцать халифов, о которых говорил пророк. И туда включены такие личности, которые своими деяниями никак не могут попасть от праведных мусульман. Допустим, не буду же Муавию трогать, язиб, который убивает муку пророка, по его приказу убивает, который разрушает Каабу, который отдает на растерзание Медину. Причем сахабов. Жившие в то время еще сахабы были живы, амиины были живы, да. На растерзание расстреливают Каабу из катапульта, разрушают ее. И этот человек по Ибн Таймии считается законом халифам Аллаха. Тот, кто передает величие исламу. Да, надо отметить, что халиф, халиф это не просто правитель, если рассматривать это слово, это наместник Аллаха, наместник пророка. То есть это тот человек, который должен утверждать религию. Деяния которых приравниваются к деянию пророка и соответственно воле Аллаха. Получается парадокс, опять же, что халиф Аллаха расстреливает из катапульта Каабу. И, кстати, в той войне, когда воевали, была такая поговорка, что войско Каабы, которое возглавлял Абдула ибн Зубейр, сын Зубейра, это войско было названо войско Каабы, а с другой стороны было войско халифа. И люди говорили, что на поле сошлись войско Каабы и войско халифа, и войско халифа победило. То есть халиф выше ставится, даже такого ислама как Кааба. Следующие, опять же, следующие личности, Марван приходит к власти. Марван — это тот человек, которого пророкс личным приказом отправил ссылку вместе с его отцом. То есть, получается, любая личность может стать халифом, да? Любая личность, независимо от его прошлых дел, прошлых жизней. И, кстати, говорит, что во многом в убийстве Усмана виноват в имени Марван. Алибин Абиталь, алисалам, именно в Нах-джикбаляре, я сейчас очень не помню адрес, обвиняют Муави в этом. В убийстве Усмана? Да, то есть он пишет, у него есть письмо направленное Муави, где он прямым текстом обвиняет Муави в убийстве Усмана. Ну, я, насколько я помню, речь идет о том, что он не заступился за Усмана, хотя Усман его звал на помощь. Там был такой момент, да, что он, когда его позвал, он не пришел на помощь своему дяде, да, то есть Муави был племянником Усмана. То есть, фактически, можно говорить, что какого-то единого принципа в сунницком исламе, единого принципа власти нету, не существует. Ну, а если объединять все эти принципы, то можно сказать, резюмируя, да, что тот человек, под правлением которого находится большинство мусульман, является законным представителем Аллаха на земле, да, халиф-наместник Аллаха, да. Я, конечно, хотел услышать это из уст Исчоэла, да, что он приведет эти моменты, да, но, к сожалению, ответа не последовало. Следующее мое желание было рассмотреть уже Коран, что же нам говорит Коран про власть, да. Некоторые утверждают, что в Коране не затрагивается система власти, хотя Коран говорит, что, Аллах в Коране говорит, что в этой книге описал все, в этой книге не упущен ни один момент. Продолжение следует... Продолжение следует...